День за днём множество событий, но нас интересует главное то, что касается каждого. Ток-шоу «Главная тема». Интернет и социальные сети, кажется, окутали нас с ног до головы. Комфорт и оперативность, которые мы получаем, редко останавливают нас задуматься о личной безопасности. Оттого и статистика, переполненная невыдуманными историями с пострадавшими и обиженными. Безопасность в сети сегодня – это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы – начальник отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Гомельской области Денис Микушев. Ваши аплодисменты, Денис Александрович. Здравствуйте. Адвокат Гомельской областной коллегии адвокатов Анна Павлюк. Здравствуйте, Анна. Заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гомельского обл. сполкума Кирилл Клименок. Вилл Семенович, милости просим. Наш постоянный гость – эксперт программы, семейный психолог Евгения Башкинцева. Евгения Семеновна, милости просим. АПЛОДИСМЕНТЫ Кирилл Семенович, вы, как никто другой, как мне кажется, конечно, не в обиду другим экспертам программы, знаете не понаслышке, что высокие технологии – это не только комфорт и скорость, то, о чем уже говорил, но еще и серьезные риски. АПЛОДИСМЕНТЫ Естественно, риски для всех пользователей, кто использует в том числе глобальную сеть интернет, риски для непосредственно направленной на имущество, то есть финансовое состояние людей, ну и также неприкосновенность личной жизни, которая зачастую может пострадать. Азнаю, что те самые высокие технологии не только благо, но и зачастую опасность, об этом много будем говорить сегодня, мы, наверное, вряд ли уже сможем отказаться от того самого комфорта. Отказываться не надо, все равно цивилизацию ведь не остановишь. Просто когда человечество придумало электричество, оно только спустя какое-то время поняло, что это опасно. Поэтому интернет – это такое же изобретение человечества, нам нужно научиться быть осмотрительными. И действительно, социальные сети окутали нас с ног до головы. В чем видите основную опасность? В том, что они отрывают человека от реальной жизни и лишают его возможности анализировать все то, что происходит с ним. И тогда он попадает в эту паутину… Паутину зависимости? Так психологи называют. Паутину зависимости, паутину безбашенности, паутину неосмотрительности. А ловцы, душ, кошельков, наших судеб, наших личностей уже на чеку. Итак, обо всем по порядку. Все больше белорусов совершают покупки в интернете. Какие опасности, Кирилл Семенович, могут поджидать нас здесь? В данной ситуации мы все прекрасно понимаем, что динамично развивается очень техника, в том числе и наша мобильная техника, которым пользуются компьютеры, сети и всевозможные платежные системы. В связи с этим происходит вовлечение. Это объективно и понятно, это удобно, когда люди пользуются платежными системами, пользуются банковскими пластиковыми карточками и достаточно оперативно проводят какие-то покупки, какие-то действия финансовые, во всяком случае. Вы располагаете тысячей невыдуманных историй, чтобы было понятно, как не нужно делать, наверное, так будет проще и понятнее для зрителей, чтобы не попасться в таких историях на удочку мошенника. Но прежде всего надо не быть излишне доверчивым. По одной простой причине, что вы не знаете, с кем вы общаетесь, если это происходит, общение в социальных сетях, либо вы покупаете какие-то вещи, какую-то технику. Не стоит передавать реквизиты своих банковских пластиковых карт, это без всяких сомнений, потому что, как показывает практика, основной целью являются финансы. То есть, в принципе, все совершенные действия, мошеннические, либо хищение посредством компьютерной техники, в них цель одна – деньги. Денис Александрович, а в чем основная сложность при раскрытии такого рода дела преступлений? Ну, основная сложность в том, что, во-первых, это достаточно очень сложное латентное преступление. Ну, можно привести банальный пример – снятие денежных средств с банковской карты. Человек может находиться даже на Канарских островах. Как правило, так и происходит. Перевести деньги в офшор на Каморы, а в конце концов снять деньги в Беларуси. То есть, если здесь вот этот поток, скажем так, хищения денежных средств – это достаточно сложный, трудоемкий процесс. Потому что, как правило, преступники придумывают все новые и новые схемы, особенно выводы денег. Наверняка есть десяток, как минимум, ярких, показательных примеров в тему разговора. Что касается вообще высоких технологий, здесь преступления могут быть как банальными, и имеется, например, мотив личной неприязни, так и корыстный мотив. Ну, самые такие вот уже обычные, широко распространенные – это кражи тех же самых учетных записей в программе «Скайп». То есть, когда злоумышленник… И были такие случаи у нас в Гомеле. Такие случаи были в Гомеле, причем люди не имели как такового специального образования для совершения данного преступления. То есть, это самоучки, которые просто выкупали в том же самом интернете учетные записи пользователей, и потом в последующем совершали мошеннические действия и совершали таким образом завладение денежными средствами, когда направлялось сообщение, что ваш аккаунт в «Скайпе» заблокирован. Для того, чтобы вы его должны разблокировать, вы должны перечислить определенную денежную сумму на определенный счет. И, как правило, это электронный кошелек. Двигаемся дальше. Фейковые штрафы и такого же рода просьбы о помощи, думаю, вы понимаете, о чем я. Много ли гомельчан было вовлечено в такого рода проблемные истории? Дело в том, что, как Денис Александрович сказал, это в основном латентное преступление. Почему? Потому что все-таки не хотят люди озвучивать свои ошибки, которые они делают. Помимо этого… Особенно если речь не идет о серьезных финансовых средствах, то, скорее всего, какая-то часть оседает без резонанса. Естественно. Дело в том, что, ну, как, в принципе, всем известно, аналитики изучают рынок, незаконный рынок. Все знают, что наркотики – это основная статья доходов, достаточно сильный рынок. На втором месте идет порнография. И по нашему законодательству хранение порнографии и там просмотр не образует состава преступления, уголовно наказуемого деяния. В связи с чем очень многие люди пользуются подобными сайтами, и после чего к ним приходят уведомления или сообщения, как можно назвать по-разному, о том, что Министерство внутренних дел штрафует данного пользователя за посещение подобных сайтов. Ну, естественно, для того, чтобы не озвучивать свои шаги, люди оплачивают, несмотря на то, что на каждом углу это говорится. Достаточно много профилактических роликов и по поводу хищений, по поводу оплаты подобных сообщений. Все знают о том, что Министерство внутренних дел по электронке или по компьютеру не общается с населением. А как насчет вот этих фейковых просьб о помощи, на которые мы так рады отреагировать? Ну, опять же, вопрос стоит, не стоит быть таким доверчивым, потому что мы не знаем, с кем мы общаемся. Кто на той стороне сети, скажем так, компьютер это виртуальная дверь, да, в пространство, которое ты не знаешь, кто находится по другой стороне провода. И в чем причина, это все-таки, наверное, больше у психологов уже вопрос, или наша сентиментальность. Но люди зарабатывают, опять же, вопрос стоит в том, что люди зарабатывают таким образом, зарабатывают деньги. На самом деле мы недоверчивые и несентиментальные, мы очень ленивые. И зачастую человек, откликаясь на подобный призыв о помощи, он просто сокращает свои действия. Вот я, сидя дома, не вставая со своего мягкого стульчика, не отрываясь от чашечки кофе, я окажу кому-то помощь, я буду таким хорошим, добрым, щедрым, и я получу оценку за это. Вместо этого можно было бы подняться, помочь пенсионерам, соседям убраться в квартире, или собрать в шкафу перед зимой старые вещи и отнести их людям нуждающимся. Но это же нужно совершить действие. Если, наверное, лет пять назад, анализируя какие-то такие уголовные дела, можно было сделать вывод о том, что действительно писали просто перекинение денег, а сейчас на самом деле преступники идут чуть дальше. Когда взламывается страница человека, страница которого идет какая-то просьба о помощи, вплоть до того, что изучается его предыдущая переписка с нашим будущим потерпевшим. Получается так, что тоже преступники становятся отчасти хорошими психологами. Они изучают, в каких отношениях находились потерпевший и лицо, которое у него как будто бы просит денег в долг. И поэтому тоже очень тонкий момент. Не всегда может наш потерпевший понять, что просил у него деньги не его знакомые. То есть могут использоваться какие-то фразы, которые были у них в обиходе. Поэтому могу сказать, что оценивая эту практику, которая есть, можно сделать вывод о том, что действительно наши киберпреступники, они обладают, скажем так, навыками и психологии, и какой-то такой, знаете, общей логики, я бы даже так сказала. Потому что они всегда психологи. Какие бы они ни были, виртуальные или реальные, они всегда будут психологами, они всегда будут изучать свою жертву очень тщательно. Но если у человека, даже твой знакомый попросил денег, почему это нужно делать через интернет? Опять-таки, опять наша лень, опять наше желание не подниматься со своего места. И поэтому, ну... Другими словами, я понимаю, что все-таки давать установку сегодняшнего дня на черствость не стоит. Есть и другие инструменты, Денис Александрович. Конечно. Ну и, во-первых, это все-таки надо уметь себя защитить. И думать о том, что мы размещаем в социальных сетях, и что мы размещаем на своей странице. Я еще про то, что наша правовая грамотность хромает. И это тоже. Это касается не только потерпевших, но и, скажем так, лиц, которые потенциально могут встать по другую сторону. Это потенциально подозреваемый, обвиняемый. Порой наши граждане забывают об одной вещи, что вот тот же самый перепоиск Терилайк может привести к большим-большим проблемам с законом. А это, соответственно, ляжет временем на его судьбу и вполне возможно на дальнейшую карьеру и может поставить даже на планах человека большой-большой крест. Мне подсказывают, есть мнения и вопросы из зала. Предлагаю выслушать. Пожалуйста. Готовясь к участию в этой программе, я наткнулся на советы экспертов области безопасности. Они рекомендуют не вылаживать очень много личной информации, личных фотографий, данные о своем рождении, рождении своих родителей. Если так подумать, то у всех присутствующих в этом зале есть подобное в социальных сетях. То есть мы все в зоне риска. Подобная подробная информация в социальных сетях, да, Фернетак. Уважаемые гости. Дело в том, что никто не запрещает вам этого делать. Это рекомендации. Они носят рекомендательный характер с учетом анализа происходящих событий. Все зависит от того аналитика, который осуществлял. То есть в той или другой стране. Вам рекомендуется. Но это ваше право. Делать это или не делать. Вы должны... Но есть факт, который действительно данность. Огромное количество людей, даже без привязки к сегодняшней студии, в своих соцсетях информируют друзей. Но ведь мы понимаем, среди подписчиков не всегда верные друзья и даже знакомые, даже дальние знакомые. Информируют практически о каждом шаге себя и своих близких. Мы завтра отправляемся в отпуск. Ближайшие две недели нас не будет дома. Звоночек. Я купил машину и вот припарковал ее у подъезда. Звоночек. Ну и так далее. Дело в том, что мы просто моделируем ситуацию. То, что может произойти. А может произойти? На самом деле неизвестно. Во всяком случае, все-таки техника сейчас совершенствуется. И я не думаю, что есть большие риски, если человек написал, что он едет отдыхать. Помимо этого у него есть родственники, которые могут присматривать за его имущество. Помимо этого есть департамент охраны, который охраняет это имущество. То есть, в принципе, инструменты для сохранности есть. Речь идет о том, что вашими данными, которые вы выкладываете в сеть, может воспользоваться злоумышленник. В том числе, взломав ваш аккаунт и используя ваши данные просто при общении с вашими друзьями для того, чтобы попросить денег. И, например, зная дату рождения, написанную на вашей странице, или дату рождения вашего друга, он может легко этим воспользоваться. Всегда надо знать, что профиль желательно закрывать. Если у вас есть определенный круг друзей и знакомых, с которыми вы общаетесь, с которыми вы хотите поделиться какими-то новостями своими, какими-то приятными или значимыми событиями, то желательно, чтобы профиль был закрыт. Чтобы каждый, кто является участником этой соцсети, не мог видеть те события, о которыми вы хотите поделиться. Не рекомендуется ставить в пароль имя, фамилию, отчество, число, месяц, год рождения. Как правило, для простоты сокращенное имя, год рождения, либо дату рождения. Это с учетом того, что эти данные можно получить не только через соцсети. Тут еще один важный момент. При трудоустройстве в последнее время, особенно это касается различных международных компаний, оцениваются профили будущих соискателей или, скажем так, будущих работников с точки зрения какой-то их этичности и соответствия корпоративной этике компании. Это такой момент даже, мне кажется, не сколь юридически, сколь психологически. И действительно компания может оценивать, может ли сотрудник, допустим, с конкретно такими увлечениями, таким мировоззрением работать в компании. И если вернуться еще к вопросу по поводу, допустим, даты рождения, даты рождения родителей, тут очень тоже есть важный момент, который состоит в том, что зачастую информация, допустим, о девичьей фамилии матери, о любимом питомце, который был у вас в детстве, это очень часто секретный вопрос в банке. Если вдруг вам пишут в социальной сети, кто-то представляется там дальним родственником либо старым знакомым мамой и говорит, что вот там, а вот как там фамилия мамы, не та ли вот это она, нельзя быть стопроцентно уверенным, что этот вопрос не задают вам, чтобы не получить доступ к информации, которая, скажем так, является вашей банковской информацией. До обсуждения у меня возник вопрос. Очень часто на занятиях преподаватели раздают студентам Wi-Fi для того, чтобы они могли выполнить задание и быстро получить ответы. Вот небезопасно ли это? Если студент делает репост нежелательной информации в это время, преподаватель будет нести ответственность? Дело в том, что преподаватель же оказал помощь просто в предоставлении доступа к интернету. И установить, кто конкретно в это время совершил какое-то действие, не представляет большого труда. То есть соучастником преподаватель не станет? Преподаватель же не преследовал цель совершения противоправного деяния, правильно? Поэтому я не думаю, что преподавателя, возможно, будет привлечь к ответственности, если он только не сам сделал это действие. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Бесплатный Wi-Fi в общественных местах. Кажется, то, что мы так долго ждали. Но безопасно ли это? Спасибо за вопрос. Кто сможет прокомментировать буквально коротко? Нет ли здесь опасности? В этом нет ничего плохого, потому что разницы нет, пользуетесь ли вы бесплатным Wi-Fi или неограниченным Wi-Fi дома, посредством Wi-Fi роутера, либо в общественном месте. В любом случае, ваш гаджет, тот аппарат, посредством которого вы выходите в сеть интернет, он имеет идентификационные номера, которые можно определить, и установить лицо, кто пользовался. Анна, я знаю, что у вас достаточно большой опыт работы с подобного рода делами, доводилось защищать как тех, кто считает себя потерпевшими, так и тех, кого называют правонарушителями. О каких сферах, в первую очередь, идет речь? Ну, в первую очередь, важно разграничивать дела административного, уголовного и гражданского состава. Действительно, все эти сферы, все эти отрасли права затрагивают, скажем так, интернет. Если говорить предметно, то, наверное, самым распространенным составом в рамках уголовного права, на данный момент, мне кажется, у нас является распространение порнографических материалов в сети интернет. Это 343-я статья Уголовного кодекса, часть 2-я. Хочу отметить, что по данной статье наказание предусматривается только в виде лишения свободы. Если говорить про гражданское законодательство, это у нас, ну, скажем так, тут будет гражданское немножко смешано с административным, потому что тут мы говорим про оскорбление, про защиту чести и достоинства. Если говорить конкретно про административные составы, то это распространение какой-либо запрещенной информации, чаще всего информации экстремистского характера. В чем основная сложность, на ваш взгляд, работы по таким делам, в том числе защищая как потерпевших, так и тех, кого считают нарушителями? Я бы даже это не назвала сложностью. Я бы сказала, что, наверное, основной интерес работы по таким делам в том, что эти преступления, если мы говорим про, допустим, защиту чести и достоинства, про оскорбление, про клевету, это все очень субъективное преступление. С точки зрения потерпевшего, с точки зрения лица, которому, как ему кажется, кто-то его оскорбил, либо распространил какие-то клеветнические сведения, на его взгляд это может являться вот какой-то, скажем так, чем-то запрещенным. Восприятие. Да. В то же самое время для лица, которое какие-то сведения распространило, а я хочу отметить, что для того, чтобы оскорбить человека, не нужно это делать, скажем так, глаза в глаза. Можно это сделать посредством комментариев, посредством какой-то записи. И сейчас это довольно распространенная тенденция, потому что перестали мы чувствовать границы, что вот нам кажется, что интернет, там заканчивается законодательство, там начинается свободная зона. Но нет, на самом деле ответственность в интернете точно такая же, как и в реальной жизни. Так вот, основной интерес в том, что по этим делам чаще всего проводятся судебные экспертизы, в том числе проводят наш Государственный комитет судебных экспертиз и лингвистические экспертизы, которые оценивают, скажем так, негативный окрас высказывания, оценивают наличие каких-то негативных формулировок в отношении какой-то социальной группы, побуждение окрасовое в рожде, если мы говорим про экстремизм. Есть ли сегодня действенные методы, на ваш взгляд, защиты чести и достоинства, раз уже заговорили про интернет, Денис Александрович? Ну, защита чести и достоинства, наверное, в первую очередь, это гражданско-правопорядок, это обращение СССР в суд о защите чести и достоинства. Ну и, конечно, немаловажный момент, если лицо считает, что в отношении него совершено либо административное правонарушение, либо уголовно наказуемое деяние, связанное с оскорблением, либо клеветой, то это обращение в правоохранительные органы. Камера, телефон, мотор сегодня практически каждый может назвать себя блогером, многие пользуются этой возможностью, не всегда удачно, правда, это делая. И все-таки, как быть тому, кто неожиданно для себя оказался героем того или иного ролика в сети? Вообще, даже если не касаться практики, могу отметить, что на данный момент этот вопрос относительно недавно поднимался Конституционным судом Республики Беларусь, в который были предоставлены, скажем так, заявлениями Республиканской коллегии адвокатов и Общественного совета при МВД Республики Беларусь, которые поставили вопрос о необходимости рассмотрения своеобразного правового пробела, связанного с защитой права граждан на частную жизнь и, соответственно, с защитой нашего права на то, чтобы мы могли находиться на каком-то фотоизображении, либо на каком-то изображении, либо на видеозаписи, либо не находиться на нем. Кирилл Семенович, вот интересна позиция ваша на сей счет. Что говорят правоохранители? Я слышал такое мнение по поводу жалоб на искажения фото и видео. Выложили снимки в сеть? Пеняйте сами на себя. Ну, отчасти это и правда. Дело в том, что люди, когда выкладывают, вне зависимости от вида социальной сети, свои фотографии, они уже понимают прекрасно. И, во всяком случае, люди взрослые, они должны прекрасно понимать, что этими фотографиями, этими изображениями могут воспользоваться любой человек, в принципе. То есть он может использовать эту фотографию на заставку, на создание даже фейковой страницы, посредством которой могут быть совершены преступления. Но вместе с тем это никого не останавливает. Ну, а мы двигаемся дальше. Саша, лайк, перепост и серьезная ответственность. Почему в конце этой цепочки достаточно жесткие регламентированные правила? Ну, давайте начнем с того, что тот же самый репост, репост рознь. Можно поставить репост какой-то красивой фотографии с видом природы. Но зачастую наши граждане порой и даже не додумываются о том, что репост, например, под материалом, содержащим порнографический характер, меняет их процессуальный статус. С обычного гражданина нас уже на подозреваемого. Если личная страница в социальных сетях не закрыта, то есть профиль не закрыт, к данной странице имеют доступ любые лица, то есть неопределенный круг лиц. Таким образом, фактически лицо предоставляет имеющуюся на своем аккаунте информацию для, скажем так, получения этой информации неопределенному кругу лиц. И фактически это распространение порнографических материалов. Каких тем буквально тезисно, чтобы было понятно и полезно, нужно опасаться при производстве перепоста в соцсетях? Ну, в первую очередь, конечно, самая распространенная порнография. Потом материалы, содержащие экстремистские выходки. Это, в частности, вот и скинхеды, это и национал-социалистическая партия Германии. Очень часто, скажем, бывает так, что это и связано с дискриминацией какой-либо расовой группы, например, как выходцев с Кавказа, среднеазиатских республик. И здесь уже не важно, кто автор. Если это находится на твоей странице, ответственность на тебе. Да. Анна, я знаю, что вы тоже достаточно плотно старались разобраться в сути вопроса. Ваш совет зрителям? Ну, мой совет звучит, наверное, не совсем по-юридически. Соблюдать некую такую, знаете, гигиену своей странички в социальной сети. Во-первых, действительно, вот согласна я с другим экспертом, на тему того, что мы иногда не осознаем, какую информацию мы можем к себе перепостить. Например, относительно материалов, которые носят экстремистский характер, не все знают, что у нас в стране есть перечень материалов, которые уже признаны экстремистскими. И даже, вот, скажем так, ради интереса, особенно, мне кажется, это актуально для молодежи, для студентов-юристов, зайти и посмотреть. Хотя, скажем прямо, вряд ли кто-то это будет делать. Я могу вам сказать честно, если вот даже вы сегодня вечером откроете и почитаете какие-то те материалы, что оно считается экстремистским, вы удивитесь. Оказывается, что некоторые фразы, которые мы употребляем чуть ли не ежедневно, они могут быть признаны экстремистскими. Поэтому относительно какое-то вот соблюдение вообще правила поведения в обществе должно распространяться и на интернет. Мы же не показываем какие-то неприличные изображения, встречаясь друг с другом каждый день. Нет. Почему тогда мы это делаем на своих страницах в социальных сетях? Еще для того, чтобы завершить тему с фото- и видеоматериалами порнографического содержания, Денис Александрович, были ли случаи зафиксированные по изготовлению такого рода продукции? Я так понимаю, за это ответственность достаточно суровая? Да, ответственность достаточно суровая. Особенность, когда это используется малолетний либо несовершеннолетний. За использование, при изготовлении порнографических материалов, использование несовершеннолетних. Вообще предусмотрена ответственность до 8 лет лишения свобода с использованием заведом малолетних до 13 лет лишения свободы. То есть это тяжкие, особое тяжкие преступления, где предусматривается безальтернативное наказание и лишение свободы. Такие случаи были. Да, выявлять их очень сложно. Как правило, выявлялись они при расследовании уже уголовных дел, например, против половой неприкосновенности. Таких вот два уголовных дела достаточно резонансных в Гомельской области было. С участием малолетних? С участием малолетних, да. И как итог потом, оба фигуранта этих уголовных дел, уже приговора в отношении них вступили в законную силу, были осуждены к значительным срокам лишения свободы. Евгения Семеновна, рано или поздно мы отпускаем наших детей в свободное плавание, открывая для них интернет. Кто-то это делает в возрасте 7 лет для ребенка, кто-то делает в возрасте 14. Вряд ли это можно регламентировать позже. И все-таки речь о психологической безопасности наших же детей. Да, к сожалению. Нет, 14 лет уже поздно. Они гораздо раньше вылезают даже и сами туда. Но психологически хочется насторожить, что не только ваши фотографии или ваши репосты, или ваши впечатления, или какие-то высказывания. Мир интернета для детей и подростков сейчас это тоже поле для травли и бойкотов. И это крайне опасно, потому что если люди, даже и взрослые, не чувствуют настороженности, не чувствуют ответственности за тот материал, который они размещают в интернете, то уже детвора, подростки, юношество, оно бывает жестоко, потому что никто его не видит. Он же в домике, он же очень хорошо спрятался. И из этого домика очень здорово гнобить того, перед кем ты в реальной жизни струсишь. А объединяясь, очень быстро образуются микрогруппы, макрогруппы, которые вместе поддерживают эту травлю. И все превращается в такое немножко первобытное, звериное состояние, из которого вывести ребенка, вывести подростка уже бывает иногда невозможно. Чтобы посоветовали родителям. Потому что двигается он, секундочку, двигается он в сторону невротизма, в сторону неврозов. А родителям что посоветовать? Да на самом деле родителям я бы посоветовала только одно. Не надо думать о том, что интернет – это часть тела твоего ребенка, часть его души. Это просто инструмент для получения информации и для какого-то общения. А если ребенок так даже не думая, но так живет, действительно для многих это часть жизни. Перед сном страничка в соцсетях. Утром, а сколько лайков поставили? Это же состояние огромного количества людей. Огромного количества. Мы даже не понимаем масштабы. Родители убирают аккуратненько руки, так стерильно убирают руки. Говорят, нет, это его интимное пространство. Нет, они все так делают. Мы не можем туда вторгаться. А спросить, а что у тебя там интересного, а кто у тебя на странице? Да по-хорошему спросить. Не надо требовать так. Ну-ка быстренько мне покажи, кто там у тебя. Ну-ка я должна проверить или там должен проверить. Ну-ка я сейчас разберусь с ними. Нет, на самом деле, если контакт между родителями и детьми существует, то ребенок иногда рассказывает, да, ребенок, в смысле младший член семьи, рассказывает иногда даже больше, чем родители могут от него ожидать. Поэтому родителям один совет. Любите своих детей, научитесь задавать вопросы правильно. Вы за доверительное отношение. Я за доверительное отношение. Вместе с тем, любые доверительные отношения должны быть контролируемы со стороны родителей, потому что даже в элементарных вещах, пускай не афишируя, не пытаясь вторгаться в личное пространство ребенка, просматривая историю браузера, просматривая историю запросов, к чему он обращается, каким материалом, что он ищет в сети, и уже можно понять о происходящих процессах в голове ребенка и как минимум сработать на опережение. А как отнесется к этому ребенок, если узнает о том, что за ним идет слежка даже со стороны самых близких? Дело в том, что это уже лучше сделать и сейчас, для того, чтобы потом не жалеть о вот таких ситуациях, когда речь идет о репостах, перерепостах. Дело в том, что интернет, например, мы говорили о бизнесе с плохой стороны, что наркоторговля – это первый источник доходов, порнография. В настоящий момент даже в Европе распространено понятие груминга, когда детей вовлекают в изготовление порнографии. То есть они сами того не понимая, по принципу социальной инженерии, знакомятся, находят точки соприкосновения, узнают у ребенка все, что можно, после чего начинают его шантажировать, психологически оказывают давление. В результате ребенок делает фотографии самостоятельно, он по своей природе, может, и не хотел бы это сделать, но он будет бояться, он будет делать. И там уже будет две развития ситуации. Либо это будет личный контакт с преступником, либо это просто эти фотографии уйдут в сеть и уйдут на сайты, которые ей непосредственно аккумулируют детскую порнографию. Еще про истории о разочарованиях и ожиданиях. Ведь часто интернет становится площадкой для знакомства. Да, и опять, вообще, кто сказал нашим людям, что интернет – это поле полной свободы? Это очень подконтрольное и очень проницаемое пространство. Поэтому, кто сказал, что интернет наполнен желающими установить с вами контакт? Кто сказал, что те люди, которые пишут в интернете, действительно так порядочны, добры, хороши собой? И вообще, что они настоящие? На самом деле, нет, это огромный-огромный миф, современный такой экстра-миф, который создало наше человечество сегодня о том, что можно в недрах сети встретить единственную любовь, главную свою судьбу, настоящих друзей. Нет, кому-то, возможно, один на миллион так и везет. Но в основной своей массе, кроме разочарования, горечи и ощущения брезгливости потом по отношению к себе, иногда у людей ничего не остается. Ну и вот эта оболганность, да, ошельмованность, которая может сложиться точно так же, как, например, когда женщины ведут переписку с сидящими в местах заключения мужчинами, да, или как они ведут с якобы иностранцами, которые там, иракские ветераны и так далее. То есть этих историй масса. Иракские миллионеры? Ну, миллионеры, ну, нет, скорее уже там, да, арабские миллионеры. А на самом деле человек может находиться очень близко в соседнем городе, на соседней улице, в соседнем доме, и он совсем другой. И разочарование, оно настолько сильное и настолько может сбить вот этого искателя контактов с ног, что дальше уже не только психологи появятся в его жизни, но и психотерапевты с психиатрами. То есть, подводя черту, вот в этой части программы понятно, что мы все не противники интернета, более того, мы активные пользователи сети, это действительно удобно, но вот как нужно быть осторожным каждый раз, когда ты включаешь мобильные данные или включаешь интернет на компьютере? Вот это повод задуматься для каждого, правда? Так как же подавать информацию о безопасности в сети? Об этом мы не только. Поговорим прямо сейчас с гостей программы, заместителем директора Гомельского государственного профессионально-технического колледжа электротехники Мариной Карпович. Марина Валерьевна, добрый день. Спасибо, что пришли. Подключайтесь к разговору. Насколько актуальную тему затронули? И ваше мнение на сей счет? На сегодняшний день эта тема наиболее актуальна, потому что, как показывает практика, ни сами дети, ни тем более их родители не знают, какие опасности их могут там подстерегать. Из опыта работы своего учреждения образования хотела бы отметить, что мы со своих детей в сети интернет не контролируем, мы с ними в сети интернет стараемся дружить. Это как? То есть мы организовываем так взаимодействие, чтобы им хотелось в сети интернет с нами общаться, рассказывать, чем они живут, как они живут, и не пытаться от нас закрыть свои аккаунты. Марина Валерьевна, но здесь ведь надо быть настолько серьезным дипломатом, чтобы войти в доверие, и чтобы та самая информация, озвученная взрослым, серьезная информация, была правильно воспринята. Как бы ребята по ту сторону не сказали, уж извините, мы в этом деле получше вас разбираемся. Никто лучше самих сверстников не расскажет ребятам, что же их может там ожидать. И, конечно же, это конкретные примеры, которые случились не только в стенах нашего учебного заведения, но и в соседних учебных заведениях. Примеры приводим, рассказываем. Если есть возможность, ребята не стесняются, мы их приглашаем, и они рассказывают, с какой же опасностью они столкнулись. Как их травили, и что они не знали, что им сделать, как их оскорбляли, и, опять же, они не знали, куда пойти. И как взламывали их странички, воспользовались результатами, уже даже выпускники. Сегодня это действительно реальная история. Да, это реальная история, и я считаю, что вот только такими примерами, и только чтобы от самих учащихся исходила эта информация. Ну и, конечно же, наша работа и информирование о родительской общественности, чтобы в трудной ситуации родители тоже знали, как помочь своему ребенку. Итак, уважаемые гости, время подводить итоги программы. У каждого из вас по традиции есть буквально минута для того, чтобы подвести черту в сегодняшнем разговоре. Динис Александрович, начнем с вас. Ну, подводя черту нашей дискуссии, хотелось бы, наверное, в первую очередь отметить, что, чтобы защитить себя и не стать не только жертвой, но и не стать преступником, надо, наверное, все-таки соблюдать определенную этику, которую переносить из жизни в интернет. Нет. Если ты в жизни никого не оскорбляешь, а делаешь это в интернете, значит, ты ведешь синетично. И ответственность рано или поздно придет. И ответственность рано или поздно придет. Еще раз хочу повториться, что на интернет распространяются точно такие же правила, как и на всю нашу обычную жизнь. На него распространяются все кодексы, все нормы права. И, на мой взгляд, еще очень важный момент. Мы много говорили сегодня про детей. Мы хотим от детей получить какого-то, скажем так, осознанного пользования интернетом, но при всем, если посмотреть на взрослых, мало кто из нашего взрослого населения знает эти правила и знает, как же нужно себя вести в сети. Поэтому, наверное, мне кажется, что одним из лейтмотивов нашего вечера должно быть то, что если мы хотим, чтобы наше подрастающее поколение вело себя в интернете правильно, в первую очередь должны начать вести себя правильно мы. Кирилл Семенович, а может быть проблема в том, что для нас это настолько обыденные и простые вещи, настолько привычные вещи, мы, интернет-интернет, мы, что уже, учитывая, что глаз замылен, на очень важные вопросы безопасности внимания зачастую не обращаем. Дело в том, что очень много ситуаций возникает из-за нашей правовой безграмотности. Не имея каких-то минимальных основ и не прислушиваясь не только к себе, а к окружающим, могут произойти те вещи, которые просто вы не будете ожидать. То есть не зря была вот эта замечательная пословица, «Знание закона не освобождает от ответственности». Но есть продолжение ее. Знание закона помогает ее избежать. То есть в том случае, когда вы будете понимать, что вы делаете, и стоит ли вам вообще это делать, вы будете распоряжаться своей судьбе. Гениальные люди придумали интернет. И они имеют право ожидать, что мы с вами не будем баранами, пользуясь им. Поэтому, делая каждый шаг на этом огромном, всемирном, раскрытом и очень полезном пространстве, нужно быть прежде всего интеллектуалом, и прежде всего нужно думать о том, какие последствия ты получишь, пользуясь им. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова